Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Олег Вячеславович Федоров. Я академический руководитель программы «Педагогическое образование». И в ближайшие 30 минут попробую вам рассказать об этой программе. И со мной на связи два студента второго курса. Это Олег Баженов Нияс Гливиев. Я их, правда, не вижу в числе участников, но они должны быть здесь. И я думаю, что в тот момент, когда мы дойдем до вопроса о том, что же дает программа студенту, мы их мнение тоже услышим. Итак, два слова о том, что это за программа и почему, собственно говоря, она появилась. Совсем недавно у нас был день открытых дверей, и я обо всем об этом рассказывал. Поэтому для того, чтобы не сильно занимать эфир и не повторяться о предпосылках, буквально в назывном порядке расскажу о том, что вообще сегодня существует 250 вузов в нашей стране, которые готовят студентов по направлению УГСН 44-му. Это образование и педагогические науки. Среди этих 250 вузов есть 33 чисто педагогических вуза. И все остальные 200 с лишним – это либо классические, либо политехнические, которые готовят учителей физики и информатики, либо разного рода академии и так далее, отраслевые университеты. Почему, собственно говоря, вот на это поле, где достаточно много игроков и игроков с вековыми традициями, вроде Казанского университета, который существует уже 200 лет, или Петербургского университета, который существует еще больше и с недавних пор тоже занимается педагогическим образованием. Почему мы решили тоже этим заняться? Ну, прежде всего, потому что существует определенного рода институциональный тупик, когда педагогов готовят исключительно вот в таком варианте, как педагогическая программа классического в ГОСовского формата, и необходимо обязательно, чтобы студент освоил какие-то базовые вещи на уровне методики, дидактики и так далее. Этот институциональный тупик приводит к тому, что никто не готовит учителей, которые способны исследовать, то, что они преподают и то, в каком контексте они преподают. А, соответственно, если у нас нет учителей-исследователей, то мы имеем очень ограниченное представление о том, что происходит в школе в реальном времени, в реальной жизни. Вторая предпосылка заключается в том, что новые реалии образования, они существенным образом трансформируют профессиональные роли учителя. Учитель сегодня, как говорят многие, и это уже набило оскомину, тьютер, фасилитатор, медиатор и так далее, и так далее. К этому всему надо готовить. В том числе надо готовить учителя, который способен реализовывать образовательные программы в персонализированном формате, который способен разрабатывать индивидуальные учебные планы, который способен ко всему этому прикреплять соответствующее дидактическое обеспечение. Ну и все это, конечно, говорит еще и о том, что вот среди тех профессиональных ролей, которые присутствуют, важно не потерять какую-то ценностную ориентацию гуманистического характера. Все-таки во главе системы образования стоит ребенок, то есть система существует исключительно для ребенка, не для результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и так далее. Все-таки благополучателем является ребенок, и все в образовании делается для него и ради него. И технологический подход, который принят в классической системе подготовки учителя, он в этом смысле нас не очень устраивает, поскольку мы стремимся к реализации базового принципа о том, что учить будущего педагога нужно в тех же форматах, в которых мы хотим, чтобы он учил потом своих детей. Ну и, наконец, последняя предпосылка. Очевидно, что сегодня профессия учителей и подготовка учителей, она пользуется серьезным спросом. Мы видим, что на группу специальности образования и педнауки год от года спрос растет, и это свидетельствует о том, что есть потребность получать такое образование. Здесь можно приводить ряд объяснений, почему так происходит, но нужно сказать, что если мы посмотрим на периоды кризиса, когда наша страна переживала не самые легкие экономические времена, например, в 90-е годы учителя были одной из немногих профессий, которые получали, например, заработную плату вовремя, в отличие от индустриальных рабочих и так далее. Сегодня средняя зарплата учителя в соответствии с майскими указами, так называемыми, она равняется средней заработной плате по региону. Поэтому сегодня быть учителем – это экономически безопасно, с одной стороны, с другой стороны – это профессия творческая, которая дает возможность для самореализации. Ну, собственно говоря, поэтому в вышке появилась такая программа, которая называется «Педагогическое образование». Три базовых идей лежат в основе этой программы. Первая базовая идея – это интеграция теории и практики, бессмысленно рассказывать человеку, как надо учить, его нужно поставить в ситуацию, когда он сам будет кого-то учить. Поэтому фактически наша программа является собой интернатуру педагогическую, когда ведущей основополагающей деятельностью является деятельность преподавания. То есть с 1 сентября первого курса магистратуры студенты выходят работать в школу в разных профессиональных ролях, педагогами дополнительного образования, учителями, воспитателями групп продленного дня, тьютерами, разные вариации в зависимости от базовой подготовки, в зависимости от стремления, в каких-то отдельных случаях, в зависимости от места жительства. И в дальнейшем, практически на всех наших дисциплинах, эта идея получает свое развитие в виде либо рефлексии профессионального опыта, обретаемого в процессе преподавания, либо в виде отдельных практических занятий, когда студенты ставятся в ситуацию, когда необходимо научить других студентов. Важную роль занимает интеграция формального и неформального образования. Мы полагаем, что среди того, что человек знает, большая доля того, что человек узнал в процессе неформального общения с коллегами, неформальной коммуникации или самообразования. И поэтому важно, что лекциями и семинарами не ограничиваются образовательные форматы программы. Они существуют также в виде разнообразных обсуждений, в том числе и профессиональных сложностей, трудностей и так далее. Ну и поскольку сегодня учитель – это человек, который не может решать свои профессиональные задачи в одиночестве, мы полагаем, что развитие профессионального сообщества в виде существующего объединения учителей, выпускников программы, студентов программы не только оказывается положительно на психологическом состоянии, когда есть возможность в какой-то институционализированной форме в годы тяжелых испытаний поплакать другую жилетку, но и дает возможность действительно находить какие-то интересные способы для решения тех или иных профессиональных задач, которые возникают. Собственно, три базовых кита, базовых условия, базовых принципов программы – это обучение через различного рода технологии и методы. Мы давно отошли от ситуации, когда есть говорящая голова лектора и внимающие головы студентов, засыпающие через 7 минут после начала лекции. Нет, учить студента, я повторюсь, нужно так, как ты бы хотел, чтобы учили потом студенты-школьников. Наставничество как элемент обсуждения и рефлексии, опыта. Здесь, с учетом того, что количество студентов год от года растет и контуры наставничества должны каким-то образом меняться, вот это одна из основных задач, которую мы сегодня на программе пытаемся решить, как формализовать наставничество, оставив его с одной стороны довольно свободно в плане общения, а с другой стороны закрепив какие-то обязательства взаимные между наставника и студента. Ну и последний тезис – это тезис о том, что учитель должен быть интегральным. То есть в основе всего лежит интеграция профессиональной позиции, профессионального кругозора и профессионального мастерства. То есть фактически мы говорим о том, что выпускник нашей программы отличается от других выпускников других вузов тем, что он, с одной стороны, имеет достаточно четкую собственную позицию относительно того или иного феномена в образовании. И здесь не только того, что исследуется в институте образования, но и то, что составляет основополагающую повестку в современном развитии этой системы. Второе – это то, что достаточно широк кругозор и недаром ведь самая большая с точки зрения часов дисциплина в данном случае – это история, философия образования. И, наконец, последнее – это профессиональные инструменты, профессиональное мастерство, где происходит взаимообогащение при проведении, при реализации всех курсов, когда преподаватели предлагают студентам различные инструменты, которые уже на следующий день могут использовать в школе, а студенты, в свою очередь, делятся теми инструментами, которые они использовали и которые они могут предложить. Ну и сейчас, чтобы немножко разбавить мое выступление, я хочу предложить слово студентам второго курса. Они у нас должны быть на связи. И, Дарья, помогите нам включить микрофоны, или они сами справятся? Да, мы можем сами. Да. Друзья, расскажите, собственно, о том, пожалуйста, что дает программа ее студентам и к чему надо быть готовым в плане сложностей, которые возникают. Не яс, ты начнешь или... Могу начать? Ага, давай. Ну, на самом деле, ключевое, что дает магистратура, это опыт, которого, наверное, у многих абитуриентов или первокурсников, когда они только поступают, совсем нет. То есть здесь важно понимать, что, поступая в магистратуру, важно будет совмещать это как-то с работой, которую вы получите поступив. То есть это будет школа со своим количеством часов, со своей спецификой. И здесь важно рассчитать свои силы и в каком-то смысле подготовиться как эмоционально, так и с точки зрения навыков. То есть насколько вы с тайм-менеджментом ладите и так далее. Потому что порой это бывает, правда, критично по своему опыту. Попытаться уступить везде, и это, наверное, сложно. Но если вы хотите именно развиваться в этом направлении, то это очень удачное решение, так как совсем никакого отрыва теории от практики здесь просто не возникает как такового. Изначально заложено, что все то, что вы осваиваете в университете, у вас есть буквально на следующий день попытаться применить это в школе. Вот такой завершенный тезис. На этом Олег. Да, я тогда, наверное, тоже так кратко и про ожидания. Мне кажется, важным сказать, что здесь не будет в процессе обучения готовых ответов. Надо будет много и часто думать самостоятельно, и искать, анализировать. И не ожидайте, что вы придете, и вам будут готовые описания того, как правильно обучать. И, соответственно, это совсем другой подход к обучению. Ваша совсем другая позиция в качестве студентов. И вам надо, соответственно, по-другому начать относиться к своей позиции студента, исследователя, учителя в магистратуре. И к этому надо быть готовым. При этом, если вы хотите получить от этого всего максимум, то вам придется погружаться аналитически, рефлексивно, эмоционально во всех аспектах. И к этому тоже надо быть готовым, потому что это займет очень много времени. С другой стороны, это все вместе дает огромный пул, возможностей для условно такого идеального счастья в магистратуре. Есть эмоциональная насыщенность, и эмоциональная поддержка психологическая, и методическое сопровождение, и развитие во всех возможных направлениях, педагогических и даже частично исследовательских. При этом разнообразие и уникальность и контента, и содержания, и того, как с вами за ним будут заниматься. И вот по совокупности всего этого, это такой, на мой взгляд, уникальный абсолютно студенческий опыт. Посвящение своими знакомыми магистрантами с других программ, с других университетов. Ну, кажется, что это достаточно уникальная история. Вот, спасибо. Тоже могу добавить, Олег, когда начал говорить про вот эту уникальность, на самом деле весь курс, люди с совершенно разными бэкграундами. То есть на одном курсе, на одном факультете учатся люди, которые пришли с лингвистики, с филологии, с истории, с экономических факультетов. И это тоже, на самом деле, создаёт очень много основ для кооперации. То есть когда вы делаете какие-то проекты, они всегда получаются очень... Сам процесс очень интересен, потому что люди с совершенно разным подходом, с совершенно разным знанием и порой даже ценностями так сталкиваются, и получается очень интересная такая каша. В хорошем смысле этого слова. То есть так всё варится, и это тоже, на самом деле, очень интересный процесс, которого в бакалавариате порой не хватало. Потому что мы все одни специалисты по одному направлению, а здесь вначале особенно очень активное варенье происходит внутри самого курса. Спасибо большое, ребят. Ну, если у коллег-участников есть какие-то вопросы, они могут задать студентам непосредственно, потому что наверняка взгляд из-за школьной парты, что называется, он несколько другой, чем взгляд из-за преподавательской кафедры. Поэтому у нас есть вот такая возможность сейчас пообщаться еще и в частных чатах, например, со студентами, которые в этом году станут вероятнее всего выпускниками программы. Итак, да, значит, несколько слов о тех вопросах, которые поступили. Еще раз хотелось бы озвучить, что мы задумывали программу, как программу для выпускников классических университетов, но формальных требований нет, и у нас на программе учатся представители всех направлений подготовки, от базового диплома, там, педагог начальной школы в педагогическом вузе до инженер, который заканчивал авиационный вуз. Соответственно, возникает целый перечень вопросов относительно школ. Школы подбираются студентам, безусловно, по взаимному согласию, поэтому если вы работаете в школе, которая, собственно, вас готова отпустить, то никаких препятствий, чтобы вы там продолжили работу, нет. Самое главное, чтобы мы с директором обо всем договорились, потому что у нас необходимы нам формальные отношения между вышкой и образовательной организацией, где проходит практику студент. Значит, английский язык не является обязательным, хотя у нас есть два курса, которые преподаются на английском языке. Мы хотели бы, чтобы английский язык, ну или, по крайней мере, один иностранный язык был в портфолио у студентов, но, опять же, нет блокирующего элемента, который не позволяет поступить без знаний иностранного языка. Так, ну и, наконец, наличие публикации. Про портфолио поговорю чуть позже. И еще на два вопроса отвечу. Если вы закончили бы коварит по направлению управления персоналом, то тут выбор дисциплины больше зависит от двух вещей. От того, в чем вы чувствуете свою уверенность, с одной стороны, с другой стороны, на что будут готовы взять вас конкретные директора конкретных московских школ. Актуально ли раннее поступление, может ли студент-выпускник подать портфолио? Не очень я понимаю, что скрывается за словосочетанием студент-выпускник, но все вещи, которые касаются портфолио и условий приема на программу, они все регламентируются вышкинскими правилами. Выпускную квалификационную работу на английском языке писать можно, в соответствии с правилами вышки и нашими внутренними правилами INOBRA. Соответственно, проходной балл на портфолио на коммерческой основе в прошлом году составлял 61. В этом году мы такой информации пока не имеем. Но я, с вашего позволения, вернусь к презентации. У нас еще есть 10 минут для того, чтобы завершить вопрос, связанный с описанием программы и ориентацией вас в плане информационного движения дальше, если вы заинтересуетесь этой программой. Итак, три базовые вещи. Это профессиональная позиция, профессиональный инструмент и профессиональный кругозор. И здесь я бы хотел обратить внимание, что мы не стремимся решать свои маркетинговые задачи, когда называем так или иначе свои дисциплины. И если вам кажется, что педагогический дизайн – это дисциплина, которая либо громкое название для методики преподавания, либо, процитирую, учебники истории и долопоклонничества перед Западом, то и в первом и втором случае вы ошибаетесь. Педагогический дизайн – это современное представление о способах и возможностях проектировать образовательные программы. И ничего общего с методикой преподавания он не имеет, равно как и ничего общего он не имеет с какими-то наиболее распространенными тенденциями в западных университетах по поводу этого курса. Это полностью авторский курс, который разработан одним из наших профессоров на основе своего опыта сотрудничества с голландскими и британскими университетами. И ориентирован он прежде всего на то, чтобы расширить ваши инструменты в плане возможного проектирования образовательных программ. И это только один из частных примеров. Кроме всего прочего, у вас будут дисциплины, связанные с возрастной психологией, и с музеями педагогикой, и с современным уроком, а также дисциплины, которые позволят вам реализоваться в проектной и исследовательской деятельности. И вот здесь я хочу подчеркнуть очень важный аспект. Все дело в том, что задача, которую решает программа, она предельно сложная. И пока мы еще не нащупали вот этот вот модус операнди, как сделать так, чтобы программа не становилась испытанием навыков тайм-менеджмента. Потому что одновременно нужно, а, работать в школе, готовиться к урокам и проводить их на высоком качестве, с другой стороны, учиться и осваивать всю текущую программу по дисциплинам, и с третьей стороны, еще и заниматься исследовательской деятельностью, писать и готовиться к курсовой и выпускной квалификационной работе. И вот это вот три единства ролей студента, оно зачастую приводит к тому, что где тонко, там и рвется, на что-то не хватает времени. Поэтому будьте готовы, что программа будет занимать все свободное время, которое останется от подготовки к урокам и деятельность, связанная с проектированием каких-то образовательных инструментов и с освоением навыков исследовательской деятельности, она на программе будет только расширяться, с учетом того, что конкурс у нас достаточно большой, и проходной балл в прошлом году был 93 балла из 100 по конкурсу портфолио, и мы занимаем стабильно лидирующее место в институте образования по конкурсу и входим в топ-позиции по всей высшей школе экономики по этому поводу. Но, опять же, если у вас возникают вопросы, то о поступлении на программу вы можете посмотреть на материалах сайта, ссылка представлена в презентации, ее несложно найти на сайте программы на вышкинском сервере. Обратите внимание, что есть два блока у портфолио. Первый блок, он связан с формальными вещами, здесь пять критериев, это диплом о вашем высшем образовании, дополнительном образовании знаний иностранного языка, публикации, награды, конкурсы, дипломы в различных творческих проектах и опыт работы. Соответственно, вот если у вас красный диплом классического вуза, если у вас есть знания английского языка, вы активно публикуетесь по педагогическим проблемам, еще стали учителем года в муниципальном, региональном или всероссийском этапе, а также работаете уже более трех лет, то вот вам эти 50 баллов обеспечены. Ну, соответственно, более подробно посмотрите, что засчитывается комиссией, об этом в портфолио все написано. Но в большей степени нас интересует всегда вторая часть портфолио, которая также весит в кавычках 50 баллов. И здесь мы просим выполнить четыре творческие работы. Первая из них – это эсцена темы «Учитель будущего», где мы просим вас продемонстрировать свою позицию относительно того, о чем же учитель завтрашнего, послезавтрашнего дня отличается от учителя сегодняшнего и вчерашнего дня. Более того, нам интересно познакомиться с вами лично, но поскольку правила нам запрещают проводить очные вступительные экзамены, мы знакомимся с вами посредством видеоролика, который вы снимаете продолжительностью от одной до трех минут и который стоит в портфолио аж 20 баллов. Здесь мы хотели бы увидеть раскрытие вашего собственного творческого потенциала, умение нестандарта преподносить материал, ну и, конечно, показать себя с самой лучшей стороны, поскольку все-таки учитель в какой-то степени – это еще и артист на сцене каждый свой урок. Здесь важно, чтобы ваши собственные стремления совпадали с вашими собственными возможностями, и мы поэтому стремимся познакомиться с вами чуть раньше. Мотивационное письмо – традиционный фактор для всех магистрских программ института образования. Здесь хотелось бы, чтобы вы продемонстрировали свое понимание специфики программы, понимание специфики института и вышки в целом. Соответственно, если вы все три эти критерия раскрываете, то, значит, мы можем быть уверены, что ваш выбор осознанный, и вы идете не случайным образом, а целенаправленно на эту программу. Ну и, наконец, последняя творческая работа – это некий прототип проекта. Идеальный параграф учебника будущего. Мы не ограничиваем здесь вас в каких-то творческих поисках. Можете представить ровно так, как вы это видите. В виде лэпбука, в виде книжки-раскраски, в виде сервера, в виде чего угодно, в виде интернет-сайта, в виде оригами. Вот как вы видите идеальный параграф учебника будущего, так вы его и проектируете. И здесь важно, чтобы вы продемонстрировали сочетание нестандартности мышления и глубины своей предметной подготовки. Потому что важно, что сегодня учитель – это человек, который умеет мастерски преподавать, но и чтобы это делать, важно глубоко знать свой предмет. Контакты для дополнительных вопросов, они представлены также на слайде. Здесь вы видите адреса электронной почты, людей, которые помогут вам ответить на все вопросы. И представлен телефон учебного офиса, который с 10 до 6 по московскому времени тоже рад ответить на ваши вопросы. Коллеги, ну, в общем, на этом наша содержательная часть подошла к концу. Я хотел бы посмотреть, есть ли у нас еще вопросы. И вопросы есть, я попробую на них ответить. Сроки подачи портфолио по программе перенесутся. Ну, весьма вероятно, что преступление в магистратуру будет проходить по утвержденным срокам. И с учетом того, что все бакалаврские экзамены будут проходить в срок, то шанс того, что бакалавры получат диплом вовремя, как следствие, в дистанционном формате смогут их подать в магистратуру, то шансы переноса сроков по магистратуре, они минимальны. Ну, вопрос, не вопрос осуждения относительно опыт работы в школе может мешать. Да, такое есть, но с другой стороны, с теми людьми, с которыми, у которых есть опыт работы в школе, зачастую бывает интереснее с точки зрения динамики их образовательного результата. Потому что тогда шаг просто шаг роста он больше, чем у вчерашних бакалавров. Значит, и вопрос про раннее приглашение. Традиционно раннее приглашение это как сертификат победителя всероса по ЕГЭ, если вы поступаете на бакалавриат. Соответственно, вам нужно сдать ЕГЭ выше 75, и ваш тогда сертификат начинает действовать. Точно так же, как и здесь у нас если у вас есть раннее приглашение, вам необходимо набрать по портфолио балл, равный проходному, и тогда вы будете автоматом зачислены. Все вещи, связанные с приемом документов на сайте приемной комиссии вы можете познакомиться. Скорее всего, будет прием онлайн. Мы традиционно практикуем такую форму подачи документов. Это позволяет нам держать широкую географию учителей, которые учатся на программе от Калининграда до Иркутского. В этом году победители Олимпиад Высшая Лига у нас поступают без вступительных экзаменов, равно как и Олимпиады Я профессионал, об этом тоже в правилах написано. Ну, а вопрос про образовательный кредит лучше адресовать в приемную комиссию, про проходной балл говорил, по прошлому году проходной балл был 93 балла на бюджетное место. В этом году как будут произведены события, мы посмотрим, покажут премия. Коллеги, на этом наше время и стекло. Спасибо вам большое за участие, контакты все представлены в презентации, я надеюсь, что она была полезна и надеюсь, что с кем-то из вас мы в следующем году увидимся в институте образования, если не на программе педагогическое образование, то на какой-то другой программе Инобра они у нас все классные. Спасибо большое, хорошего дня и берегите себя.